Привет, дорогие друзья! Ну что, новое видео в новом 2023 году. И начнем мы его с красоты и с обзора вот этих двух палеток от Pet Magrat. Это декабрьский предновогодний запуск. Помимо этих двух палеток вышла, конечно, целая коллекция. Это коллекция Christmas, да, она выходит, по-моему, в ноябре-декабре у Pet Magrat, всегда в конце года, и там выходит, конечно, большая палетка, большая такая, тоже в такой вот картонной упаковке, маленькие, помады. Но пока из этой коллекции мне удалось купить только две маленьких палетки, и я купила их сетом. Сетом всегда напоминаю, у Pet Magrat дешевле всего. Поэтому всегда внимательно посмотрите на сайте Pet наборы и посчитайте, что выгоднее. В общем, всегда смотрите, какие наборы чаще всего вместе можно купить очень выгодно. И, конечно же, я не смогла, не знаю, потому что сейчас очень сложные закупки с сайта Pet Magrat, даже через байеров. Но я не купила большую палетку, но я все мечтаю ее купить. Она цветная, она, конечно, не такая ходовая, как эти две маленькие палетки. То есть вот они такие. Да, я их вытащила из картонных коробочек. Вот картонные коробочки. И сами упаковки картонные. Достаточно давно Pet делает картонные упаковки. В принципе, это нормально. Я нормально отношусь к картонным упаковкам. И они не разваливаются. Они достаточно долго служат. Ну, только могут намокнуть. По оформлению все, как всегда, у Pet. У нее, мне кажется, уже давно не меняется вот эта рождественская серия дизайна. Что-то там меняется. Но, честно, я вот не присматривала специально. Оно мне все одинаково. Она, конечно, меняет, может, там сердечки, ангелочков и так далее. Но сильно, сильно дизайн у нее не меняется. Да, вот знаете, новая коллекция. Все, типа дизайн нужно поменять. Нет, все то же самое. Вот. Эти палетки, они все-таки были какой-то новинкой. До этого у нее были шестерки. До этого у нее были разные четверки, наборы. Вот, по-моему, в прошлом году были четверки какие-то. Это пятерочка. Эти пятерочки меня очень порадовали. Получается, сейчас у нее еще запуск тематический «Звездных войн». И там уже тоже вот такие палетки, но цветные там, синий, зеленый и так далее. А здесь вышли наиболее-наиболее такие ходовые, классические, как любят все для обычной жизни. Наиболее такие носибельные, но все-таки со своими изюминками. То есть, например, вот эта палетка, которой я, в принципе, сейчас накрашена, называется она «Bronze Bliss». Она больше такая праздничная, я бы сказала, потому что здесь очень такие сверкучие спарклы. И бронзовая такая тематика, ну, как бы один такой затемняющий оттенок, который все-таки уводит макияж в более вечерний. Эта палетка, она, несмотря на то, что здесь есть спарклы, но спарклы несколько другие. И я бы сказала, менее сверкучие. И она более такая ходовая на каждый день, более дневная, так если можно сказать. И здесь затемняющий оттенок, он коричнево-такой красный. И, в общем, она менее такая пигментированная, как мне показалось, и менее яркая. Поэтому она называется «Nude Allure», и многие ее хотели больше, чем «Bronze Bliss». Но мне хотелось две, потому что я не могу выбрать, они мне обе очень понравились. Сейчас покажу свотчи на каждую, и вы посмотрите, как они вообще набираются. По качеству мне очень понравились спарклы. Они такие мягкие, но не совсем, они необычные. Это не спешл-оттенки из ее больших черных палеток роялей. Это несколько другие, мне кажется, какие-то оттенки. Вот такой бронз, мне кажется, он был в шестерках. Она любит выпускать оттенки, которые уже 150 миллионов лет назад у нее лежат в заготовках. И пихает она в новенькие. Возможно, да, я не стала прям перекапывать все свои палетки и искать. Но у меня и нету таких шестерок, как у многих были раньше. Я сначала собирала все палетки черные, рояли, потом четверки. Вот, а в шестерках говорят что-то похожее. Возможно, да, что я выпустила пару оттенков новых, а остальные оттенки из шестерки сюда поставила. У меня нет вообще шестерок. Да, я сейчас посмотрела, нет. Вот, поэтому у кого есть эти палетки и есть шестерки от Пэт Маград, и вы сравнивали, посмотрите. Потому что мне кажется, что, да, это как раз те текстуры. Они отличаются и от четверок, и от ее черных роялей. И они вот именно по описанию были такие. Все, давайте приступим. Начнем мы с палеточки бронз-близ. Посмотрим ее, во-первых, поближе. Давайте посвочим. Значит, начнем с первого оттеночка. Мягкий такой, но немного, видите, рыхловатый, светлый оттенок с цветом шампанского. Сатин, я бы сказала, или шиммер. Шиммер, да, больше на шиммер похож. Так, дальше у нас идет матовый оттенок. Чего-то его в серединку вот сюда запихнули. Не знаю, матовый, серый. Матовый очень классный, мягкий. Люблю такие оттенки. С ним нет сложности. Пигментированный, хороший. Дальше мой любимый оттенок. Видите, уже его, уже у меня тут, тут он не с дырочкой еще, но уже за новогодние праздники я им покрасилась. Мягкий это. Вот, смотрите, сейчас я вам наберу. Мягкий, супер оттенок. Очень-очень-очень классный. Он у меня сейчас на подвижном веке. Я делала с ним макияж. И это, конечно, такой вот оттенок холодного золота, платина. Наверное, так можно его характеризовать. Он очень красивый. Только этот оттенок, он просто создает все настроение. И если у вас внешность такая более холодноватая, и вы не любите золото в классическом его понимании, то этот оттенок мне очень понравится. Он очень красивый. Так, дальше у нас оттенок бронза. Ну, такая классическая. Все оттенки очень мягкие. Они немного отличаются по текстуре. Если этот набирается, он прям такой сливочный, то здесь уже хлопушками набирается, видите? Хлопушками. И он мне меньше всего из этой палетки нравится. Немного такой грязноватый. Но бронза классическая. Я же вам говорю, что этот оттенок явно из шестерок старых. Так, вот красивый оттенок крайний вот этот. Вот он по текстуре, этот и платина, они очень похожи. И мне очень нравится. Он прям и наносится, видите, так зеркально, в отличие от бронзового. И выглядит очень красиво. Опять же, опять же, возвращаясь к моему недовольству, вместо вот этого странного золотого можно было положить вполне растушевочный. Это была бы просто боническая палетка, которой нет цены. Но, конечно же, кто же об этом думает? Зачем, если можно, запихнуть уже готовый, никому не нужный, бронзовый, странный, грязный оттенок? Честно, вам всегда рассказывают свои впечатления, что нравится, что не нравится. Поэтому вот так. Ну, ладно, но в целом она очень красивая палетка. И, конечно, очень праздничная, как вы видите. Так, ну и посмотрим, что у нас тут, сколько грамм. Всего в этой палетке у нас 4 грамма, но не густо. Учитывая, что здесь 5 оттенков, то есть это меньше, чем 1 грамм на каждый оттенок. Да, боюсь, что быстро закончатся некоторые красивые зеркальные оттенки. Ну, да ладно. Надеюсь, эти палетки останутся в постоянке, и они не будут, ну, как бы, лимитками. Знаете, хотя это считается же лимитированной серией, выпущенная в лимитированной коллекции предновогодней. Но иногда она оставляет в постоянке. Хотя сейчас очень такой, знаете, подход спорный вообще к коллекциям, к постоянным коллекциям у брендов практически не так, как раньше. Что если годами некоторые тени были в постоянной коллекции, мы могли их покупать и там в виш-листах занести. Сейчас все, сейчас из-за очень быстрого движения, сейчас очень нацелены на создание коллекции, распродали новое, распродали новое. Может, в этом и есть какой-то, какая-то, конечно, маркетинговая фишка, однозначно, потому что люди понимают, что больше не купят, скупают все и не ждут годами, и бренд обогащается. Ну, думаю, так. Поэтому сейчас очень-очень многие нацелены на выпускание именно лимитированных коллекций, которые потом не повторяются. Поэтому имейте в виду, если вам очень понравилось, то советую вам приобрести. Так, ну и вторая у нас палетка, это Nude Allure. Очень странно, вообще нелогично, как бы расположены цветовые нюансы. Значит, у нас более розоватая палетка, это более бронзовая, то есть оформление, я имею в виду, видите, как бы розоватый фон. А здесь у нашей розоватой палетки, да, внутри, внутри розовая, у нее более золотистый фон. Где логика? Бронзовая, мне кажется, в желтенькой должна упаковке, розовенькая в розовенькой, я не понимаю. Честно, у меня логика другая. Так, ну, все то же самое. 4 грамма, все то же самое. Здесь написаны, подписаны оттенки, это классно. Вдруг вы найдете оттенок, который уже был ранее, но сейчас бренды очень хитрят. Они переименовывают свои постоянные старые названия оттенков, чтобы мы их не заподозрили в эксплуатации старых теней и в несоздании новых коллекций. Так, значит, красивая, как я и сказала, гамма, такая вот розовато-маловая, в общем, розовато-сливовая, можно так сказать. Да, опять же, все то же самое. Сатины, там, спарклы и матовый один. Ну, как бы, фишка здесь в спарклах, да, в этих оттенках. Так, опять же, не хватает растушевочного, здесь более такого прохладного оттенка, вместо, я уже вижу какого, вместо вот этого невнятного. В общем, на этот, на это место, то есть раз, два, три, четыре, на четвертое место пэт засунула какие-то невнятные оттенки, что в бронзовую палетку, что и в эту. Мое мнение такое, я вижу это так. Невнятные они, потому что по текстуре не зеркалятся, а какие-то такие рыхловатые и непонятные. Да, думаю, что это из старых коллекций. Итак, мы тестируем, да, пробуем. Да, все то же самое, такой же он сатиныненький оттенок. Очень такой нежный розовый. Этот оттенок, он может вам и каждый день использоваться на подвижное веко, потому что он не блестящий и на каких-либо работах, да, не разрешаются какие-то яркие тени, понятное дело, да, в каких-то деловых макияжах. А этот оттеночек, он очень красивый, нежный, прям такая нежнятинка. Так, и как раз можно использовать вот так, эту парочку, это на подвижку, это во внешний уголок или стрелочку, и достаточно быстро создается носибельный макияж. Так, коричневый такой, тоже рыхловатый оттенок. Вот, коричнево-красный, я бы сказала, конечно, он больше в краснинку, вот он. А видите, как он наносит? Он рыхленький, то есть он очень пигментирован, рыхлая текстура может немного пылить, если вы тушуете и сыпаться, да, но не беда. Дальше у нас вот такой красновато-персиковый, но, вы знаете, он не такой, как центральный оттенок в бронзовой палетке, который платиновый по текстуре, он такой немножко тому проигрывает. Ну, вот красиво тоже, красивенькие микроблёсточки золотые на персиком фоне. Дальше у нас вот этот сливовый, вот такой. Ну, кстати, зря я его ругала и говорила, что он не очень красивый, красивенький такой. Так, и остался последний, он такой бронзово-красный, бронзово-розовый, я бы сказала, бронзово-персиковый. В общем, вот она вся гамма, и она, конечно, очень красивая, нежная, мне нравится. Итак, мы приступаем к макияжу, и я покажу два макияжа, и сделаю с бронзовой палеткой, и с розовой палеткой. И первая у нас будет палетка бронзовая, и вторая в розоватой каме. Думаю, вам понравится, хотя бы посмотрите, как они ложатся на глазах, как смотрятся, и кому-то, может быть, мои видео помогут выбрать палетку. Итак, начинаем наш первый макияж, это будет палетка бронз-близ. И она выглядит вот так, такая золотисто-бронзовая, и немного даже уходит в нейтральный за счет темного оттенка. И сейчас будем с вами пробовать на глазах, вы все увидите, потому что в жизни она смотрится совсем по-другому, не так, как на сводчах, например, да, всегда так. Итак, я уже на подвижное веко нанесла базу. Базу я использую все ту же от NARS. Очень мне нравится, в принципе, она устраивает меня по всем параметрам, но она не подходит, например, для каких-то глиттеров или крупных блестяшек. Тогда я использую, конечно, другую базу. А если какой-то макияж, который не требует перебивания, прилепливания каких-то крупных частиц, то достаточно этой базы. Так, ну что, здесь, конечно, красота неимоверная, здесь очень праздничные оттенки. И я даже не знаю, ну, наверное, давайте я выберу центральный оттенок, потому что это такой больше подходящий мне лично оттенок, хотя эти оттенки мне тоже очень нравятся, и я их использовала уже на своих глазах. Но центральный оттенок, он больше такой холодное золото. Можно наносить пальчиком, можно наносить кистью, но лучше синтетикой, которая хорошо будет набирать именно плоско-синтетическо. Например, я буду использовать вот такую кисть. Это кисть от Рублев Синтетика. Это длинное такое название, ФО12С. Вот такая плоская, широкая базовая кисть. И набираю. И наношу на центральную часть века. Посмотрите, просто это очень красиво. Особенно я тут сижу под лампами, и такой сверкучий-сверкучий оттенок. Конечно, палеточка очень праздничная, очень красивая. И еще по поводу кисти для этих теней. Кисть, хоть и синтетическая, но она должна быть из мягкой синтетики. То есть она не должна быть суперупругой, иначе все будет улетать. Вот она должна мягко вот так выкладывать оттенок. И сразу его перебивать, и вот прям выглаживать. За счет кисточки получается такое зеркальное покрытие. Смотрите, как красиво. Дальше я перехожу к неподвижному веку. И чаще всего, почти всегда, я под бровь наношу какую-то пудру. Вот сейчас буду использовать пудру из палетки Hourglass. Это в данном случае слон. И здесь красивый оттенок пудры, который подходит мне под бровь. Это Soft Light. И я такой кисточкой мягкой, с белки, немножечко пройдусь. Итак, в этой палетке у нас нет, конечно, переходного оттенка для складки. А есть только затемнение. Мне это, конечно, не очень нравится. Вместо какого-то, например, бронзового, можно было сюда положить оттенок для складки. Это была бы полноценная палетка. Полноценная. Не нужно было искать нигде бы оттенки. Я согласна, что вот светлый этот оттенок, да, нужный. Но вот что-то из этих двух можно было заметить, потому что они очень похожи. Ну, я не понимаю, как производители не думают головой иногда, когда составляют палетки. Почему нету оттенка для складки? Поэтому оттенок для складки я возьму из моей любимой на данный момент палетки Mario. Вот эта красота, которую я вам показывала. И здесь, конечно, есть и в розоватой гамме оттенки для складки, и в бежевой. Поэтому она, конечно, очень-очень универсальная. Так, ну, я смотрю, что бы взять. Сначала я, наверное, светленьким пройдусь. Вот здесь. Его вообще, конечно, не будет видно, но он мне нужен как переходной оттенок. Так, ну, раз у меня такой более золотистый, нейтральный макияж, и оттенок для складки тоже должен быть не в розовый, не в желтый, какой-то такой нейтральненький. Так, я смотрю, что тут. Вот тут хороший оттенок вот этот. Он чуть несколько темноват, но мы его пушистой кистью нанесем и уведем в светлый. Будет очень-очень хорошо. Так, ну, этот же оттенок и на нижнее веко. Ну, и так как здесь больше нет каких-то таких затемняющих матовых оттенков, а есть только вот этот темный, мы будем делать им стрелочку и посмотрим, как он работает. И, кстати, кисточка у меня для стрелочки моя новая. Новиночка от Анастасии Воеводиной. Кто в теме, кто у нас визажист, тот, наверное, знает, что, тот знает данного визажиста в России очень популярный. Она выпустила свои кисти. Вот это очень классная такая форма, синтетика, мягкая, которая классно растушевывает. И это 033, такой маленький бочонок. Я вообще любитель подводить тенями века, стрелочку имитировать. Это вообще мой любимый вариант подводки, чаще всего, потому что это быстро и легко. Так, получается, у нас такая стрелка. Дотенок, когда его тушуешь, он, конечно, немного сыплется, потому что он очень пигментирует. Берем, ну, убирается нормально. Такой вот серо-серый с черным пигментом, холодный. В качестве стрелки очень красиво, хорошо смотрит. Никуда он не исчезает. В качестве подводки очень хорошо смотрится. Ну, и этот же темненький оттенок, темно-серый матовый. Мы его на нижнее веко и немного растушуем. Можно и без него. То есть можно на низ не опускать. И, конечно, прикольно. Мне нравится, но это просто легкий вариант макияжа. Нет тут каких-то сверхсложных сейчас форм, тушевок. Просто, чтобы вы посмотрели, ну, как бы, какие макияжи можно делать с этой палеткой. Итак, сейчас я решила использовать во втором макияже базу Ardeco. Как-то давно ее не показывала. И у меня часто спрашивают, какую базу я использую. Смотрите, база Nars, она менее липкая. И если вы хотите все-таки какие-то более рассыпчатые текстуры прикреплять, то вот Ardeco, она, мне кажется, получше будет в этом плане. Она такая более липкая. Ее можно прям пальчиком наносить на подвижное веко. И она, ну, такая менее кремовая, можно так сказать, и более силиконистая. И она, например, не перекрывает какие-то капиллярчики, потому что она такая более прозрачная. А база Nars, она с покрытием. То есть она прям как консилер, можно так сказать. Поэтому имейте это в виду. Но зато эта база, она прям такая липкая. И на нее хорошо все будет наноситься, держаться. То есть держаться будет хорошо здесь. Прям хорошо разглаживаете подбровкой, чтобы не было пятен. Потому что если вы не растушуете, то будет такое ощущение, что тени пятном легли. Так, я нанесла. И сейчас беру палеточку и будем с вами наносить. Я сейчас смотрю, какой. Ну давайте центральный персиковый красивый оттенок. Я считаю, что не просто так его поместили в центр. Это центральный оттенок. Смотрите, как классно прикрепляется к этой базе оттенок. Я всегда сначала кисточкой нанесу более тонкий слой. Посмотрю, нужно ли мне еще добавить. И могу тогда пальчиком добавить. Просто пальцем не получается нормально растушевать. И может получиться тоже пятном. Поэтому, если вы хотите поярче, как вот наносит пальцем, да, блогеры, визажисты, то сначала сделайте подложку, так скажем, кисточкой. А потом вот так возьмите пальчиком. И просто вот сюда добавьте. Да, получается, смотрите, ярко, но в то же время у нас уже растушеванная основа. Голубым глазам очень красивый этот персиковый оттенок. Он неяркий, очень такой носибель. Так, ну опять же, я беру из палетки пудру и прохожусь. Ну и то же самое, как и в первом макияже. У нас нет растушевочного оттенка. Беру из этой палетки. Здесь очень красивый, такой розоватый. Как раз в тему нашего макияжа. И я его буду использовать. Вот, например, вижу уже огрехи этой базы. Если ты не растушевал ее хорошо, прям в ноль под бровь, то может тушевка не получаться. Тени будут буксировать, так скажем, или буксовать, буксовать. Вот, и поэтому нужно с такими базами силиконовыми типа ордеко внимательно следить, как вы вот здесь растушевываете. Лучше не пальцем, а кисточкой прям это делать. Ну, пальцем тогда прям хорошо внимательно следить. Так, вот, я сделала уже растушевку на складке. Сделаю на нижнее веко то же самое. Так, ну и, пожалуй, во внутренний уголок добавим светлый оттенок. Здесь у нас есть светлый оттенок. Я в первом макияже не делала, потому что у меня и так центральный оттенок сам, как такой, как блик получается. А здесь нам нужно для внутреннего уголка добавить вот этот светлый оттенок. Так, что мы дальше делаем? Мы будем стрелочку делать. Берем вот этот оттенок и маленькую конусную кисточку, всю ту же, которую я вам показывала в первом макияже. Аккуратно набираем, потому что тени, видите, рыхловатые. И с внешней стороны имитируем стрелку. Очень красиво. Мне кажется, этот макияж мне вообще особенно идет с такими персиковыми оттенками. И не зря эту палетку прям любят больше. Такая она прям розовая, сливовая, красивая. И чуть-чуть на нижнее веко зайдем этим же оттенком. В принципе, то есть та же техника, что и в первом макияже. Но мне кажется, эти оттенки, они такие делают глаза более чувственностью на голубые, зеленые глаза. За счет такой персикового оттенка. Все, мне осталось нанести тушь. Покажу финальный макияж глаз с этой палеткой. Итак, готов мой вот такой макияж с персиковой сливовой палеткой. И мне кажется, этот макияж такой вот более мягче, более чувственнее получается. Мне он очень тоже нравится. И первый макияж с бронзовой палеткой, он более секси, больше такие, знаете, вечерний макияж. А этот можно использовать вообще в любых условиях, я так считаю. И глаза голубые, конечно, больше преображает и делает ярче. Именно вот палетка вторая, нюд Алюр. Ну, как бы, я не могу выделить какую-то одну палетку, которая нравится мне больше. Мне и та, и та нравится. Вы поняли, да, некоторые оттенки мне нравятся в бронзовой палетке, особенно такой платиновый, сверкучий оттенок. Некоторые именно сочетания оттенков мне нравятся вот и в персиковые. Но если вам понравилась какая-то одна, вы можете, конечно, одну купить, пока есть эти палетки на сайте, пока УП действуют скидки. Мне кажется, у нее там бесконечно действуют скидки. Нужно просто подгадывать и смотреть, на какой товар. Конечно, как я говорила, сетом удобнее покупать и выгоднее, но можно и по отдельности купить. По цене сет мне вышел 4,250 через байера. Возможно, если вы сейчас не в России, да, вы можете себе заказать и по более выгодной цене со скидкой, потому что это очень классная цена, самая такая низкая, которую можно было наблюдать у байеров. Отдельно палеточку продавали 2,500, 2,200, что-то такое, что-то в этом роде. Ну, по-моему, 2,500 одна палетка, было и 2,800. В общем, нужно смотреть, если вы заказываете через байер, у кого более выгодная цена. Ну, а если вы самостоятельно заказываете, так вообще красота можно там подгадать. Но, конечно, когда скидки, да, без скидок цена, соответственно, вырастает. Вот, и я, конечно же, как я вам говорила, хочу заполучить большую палетку из этой же коллекции, цветную, хотя меньше всего я пользуюсь, наверное, в обычной жизни цветными какими-то оттенками, больше вот такими классическими, поэтому эти палетки я сразу купила, потому что они у меня будут в ходу. И очень мне нравится. Здесь принцип такой, да, как вы поняли, почему здесь еще нету растушевочных каких-то оттенков. Здесь принцип на минимализм и на такую быстроту. Нанес на подвижное веко сияшку, сделал стрелочку или затемнение угла, все. Ну, здесь, я так понимаю, сделал стрелочку темным оттенком, и этого достаточно. Никаких тебе складок, никаких тебе тушевок здесь не предусматривает. Наверное, тенденция в визаже, она сейчас и уже давно идет к минимализму и к упрощению, к быстроте в обычной повседневной жизни. Визажисты, конечно, сопротивляются, не хотят, чтобы был такой минимализм, ну, хотя, кто смотря, в каких техниках работает. Мне нравится минимализм в обычной жизни. Мне нравится, когда, если у тебя нет нависающего века, если у тебя с анатомией все в порядке, не нужно поднимать нависшее веко или открывать глаз, то здесь этот принцип работает. Сияшка, стрелка, и все, макияж готов. В обычной жизни этого более чем достаточно. Поэтому мне эти палетки понравились. Да, я вам говорила, что там не хватает растушевочного, но это как бы мое мнение. Пишите по поводу этих палеток, что вы думаете. У кого-то, может, есть, понравились, не понравились. В общем, жду ваших комментариев, потому что очень давно мы с вами не болтали. У меня стала какая-то молчаливая публика. Девочки, давайте. Жду ваших комментариев. Очень надеюсь на обратную связь. Ну что, прощаюсь с вами. В этом году я планирую снимать достаточно много видео. Надеюсь, этот год будет более продуктивным, чем прошлый. Ну, мы предполагаем, бог располагает. Там посмотрим, какие будут ситуации. Но надеюсь на лучшее, только на лучшее. Субтитры сделал DimaTorzok